Привет дорогие друзья, меня зовут Никита, мы продолжаем прохождение кампании Заворка в замечательнейшей игре в военной ремеслу 3, Власть Хаоса. В прошлой серии мы как раз только начали за них кампанию и нас ждала наконец-то встреча вновь с Тралом, с молодым вождем Арты. Мы прибыли на новый материк, мы прибыли в Калимдор и оказалось, что он такой же негостеприимный, как и наше предыдущее место проживания. То были людские резервации, да, люди были плохие, люди были там нехорошие, протесняли орков, их били, не знаю, что с ними только не делали, разве что в рабство не брали и не продавали, по-моему. Ну или по крайней мере это было некоторым образом завуалировано. Фишка в том, что там они жили с себе подобными, похожими на себя существами в большинстве своем. Здесь существа новые, все дикие, все кочевые, здесь нет никаких государств, королевств, ничего подобного не наблюдается. Здесь все кочевые племена и самую большую проблему доставляют степняки, а именно кентавры, которые просто задавливают своим числом, давят своим, именно вот своими набегами, своими рейдами, в отличие от своих противников минотавров, которым мы и помогли, точнее помогли их вождю, или вождю одного из племен, а именно керну, с которым мы теперь продвигаемся вперед, мы продолжаем все помогать. Он нам сообщил, что эти места действительно постепенно вымирают, здесь больше пищи нет, надо двигаться на север к более плодородным равнинам, к сочным лугам, где их народ сможет более-менее благоденствовать и процветать. Но на пути у нас встают просто орды кентавров, в чем мы сейчас, собственно говоря, убедимся. Итак, два дня спустя на пустынных равнинах Калимдора. Much like the place from which my people originally come. Yes. We Torren have always held a great respect for the works of the Earth Mother. There are far worse fates than living freely upon the open plains, Lundwarchiv. Hmm, perhaps. But my people deserve a land to call their own Cairn. War Chief, we've spotted a herd of marauders bearing down on us. Cairn, the Kodos are overburdened and must rest. Why don't you remain here and protect the caravan while we search for a suitable oasis? Ha! There's no need to coddle me, boy. I may be old, but I'm not helpless. Да, но старость при этом еще ведет также к большой глупости. Так, сразу скажу, друзья, что на высоком уровне сложности это будет непростой задачей. Нам нельзя ни в коем случае останавливаться. Нам нужно будет, во-первых, регулярно сохраняться. Во-вторых, стараться все это делать как можно быстрее. Вы сейчас увидите, что задача эта отнюдь будет нетривиальная. Самое главное, не пытаться, во-первых, не пытаться далеко отрываться от каравана. Во-вторых, внимательно следить за тем, кто на него нападает. А нападающих будет очень даже немало, и нам нужно их всех встречать. Нужно со всеми ними нам разбираться. В чем-то стараться это делать как можно аккуратнее. Так, вот волков мы отправим в заднюю часть каравана, а всех остальных ребят продвинем вперед. Так, и давайте мы поступим следующим образом. Вот вы все отойдите назад, а трала мы сейчас используем как приманку. Ребята, ребята, давайте, давайте, нападайте, нападайте. Не бойтесь нападать. Вы можете, я вас верю. Кстати, вся первая группа в атаке, вся первая группа задействована. И волки, кстати, призывные вообще свою задачу выполняют. Они задерживают противника сзади. Вполне, вполне с этим они справятся много. Сколько иначе, если бы этого не было, нам было бы гораздо сложнее и много-много тяжелее биться с противником. Мы теряли бы гораздо больше солдат. А сейчас вроде бы все даже неплохо для нас складывается. Не стараемся куда-либо зайти, нам наша вся задача, повторяюсь, в который раз, как можно, как можно быстрее добраться, добираться от источника к источнику, от азиса к азису. Наша задача провести через все эти три азиса наши войска, то есть провести, чтобы остался в живых Тралл и Керн, так же, чтобы как минимум два Кадоя остались целые невредимые задачи, нетривиальные, повторюсь. Продвигаемся быстро, но, опять же, самое главное, не стараться отрываться от наших, ну, не тылов, именно от каравана, чтобы он всегда шел неподалеку от нас. Это также крайне-крайне немаловажно. Ай-яй-яй-яй, это вы только посмотрите, сколько же, сколько же вам можете давить. Так, они сразу с двух сторон нападают, надо с ними, значит, расправиться, научить их, что делать можно, что делать ни в коем случае нельзя и почему. Так, отлично, тут мы вроде бы, вроде бы расправились, и давайте, давайте пойдем дальше, стараемся не задерживаться. Ах, зараза, эти кентавры так же гады набрасываются, надо их застать в ростло. Зараза, где, 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 почему? Я думаю, что что ж с тобой такое-то, дружище? Живи, пожалуйста, только живи. Так, пока что у нас все коды в порядке, ничего с ними не происходит, единственное, что... Да, они свое здоровье не восстанавливают, но это не совсем напрягает, как будто они какие-то механические существа. Хотя, на самом деле, они живые, казалось бы. Так, ребят, ну вы осилите уже? Да, вроде бы осиливают, давайте чуть-чуть помощнее волков. До себя подготовим и продвигаемся, продвигаемся уже до азиса, до упора. Отлично, друзья, пополнение. Драла, самое любимое слово, это духи. С ними общается, с ними говорит, ну, поэтому к ним еще и апеллирую вдобавок. Да, смотрите, коды еще вдобавок и не лечатся, это дополнительная для нас неприятность. Но что действительно немаловажно и что, наверное, представляет наибольшую ценность, это то, что Хеллскрим все-таки, то есть Шторм Хеллскрим, послал за нами разведку, послал народ найти нас, и тем самым, вообще, на самом деле, совершив глупость, он нам помог. Поскольку все-таки и так они хотя бы друг друга нашли, и надо было идти единой группой, но он послал разведку, послал, чтобы получить информацию, даже ценой того, что мы разделимся, послал разведку для того, чтобы соединиться с другими орками. Но теперь эти орки будут с нами, они уже никуда не убегут, они информацию обратно не доставят, но зато они помогут нам самим. Вот это немаловажно, туда мы не идем, там это нам не по прямому пути, мы никуда от основного маршрута не будем отклоняться, наша задача держаться маршрута в первую очередь, и как можно скорее по нему продвигаться, сберегая силы, сберегая войска, сберегая кода. Продвигаемся, повторяю, еще раз быстро, но не пытаемся далеко-далеко оторваться от основной части каравана. Кстати, давайте посмотрим, вдруг здесь что-нибудь завалялось, единственное что... А, завалялось, вот кто здесь завалялся, вот и ответ. Вот и ответ, кто здесь завалялся. Действительно очень неприятные личности, крайне я бы даже сказал неприятные, но здесь вдобавок есть свиток маны, который нам возможно на будущее и сгодится. В общем, ни одного из наших воинов не потеряли, и это уже неплохой получается результат. Кстати, Трал, давай, пожалуйста, задействуй своих волков, чтобы у нас всегда тыл был прикрыт, и у нас всегда была информация о том, что сзади нас творится. То есть, если вдруг противник нагрянет, чтобы его сзади кто-то встречал, для того, чтобы, если кто-то у нас также противник, мы с ним столкнулись спереди, в авангарде каравана, то мы бы успевали и отойти назад. Так, ребята, и сейчас здесь... Да, отлично, отлично получилось, не считая того, что мы все-таки одного потеряли. И вот что самое странное, вроде бы волки были неподалеку, но противники откуда-то из каких-то нор, из пещер нагрянули, буквально чуть ли из ниоткуда. Так, волки, 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 волки. Мы нам хотя бы еще здесь пригодились. Так, ребята, справитесь. Справляетесь, красавцы. Красавцы, все вы можете. Все вы можете, и пока что, честно говоря, пока что, вроде бы, вроде бы неплохо. Естественно, что, друзья, давайте сейчас отойдем чуть назад. Трал вызовет волков, и волками мы приманим, приманим к себе вот этих вот граждан. Да, давайте вот таким вот ровным образом поступим. При этом побережем часть своих ребят, собственно. Ай, зараза, понабежали куру ванны грабить проклятые твари. Теряем мы постепенно охотников за головами. Неизбежно. В здоровье у них практически никакого нету. Так, давайте разведаем просто так волком. Что здесь, кто здесь расположен? О, да здесь, здесь целая рава. Ну, тогда плевать, туда-туда мы ни в коем случае не идем. Проходим дальше с караваном. Ой, слушайте, друзья, вот вы, не то что вы самые эффективные, но вы здесь однозначно как раз. Так, что нам не нужно, что нам лишнее? Давайте сразу кольцо защиты выкинем. Толку у нас от него никакого. Закупимся маной. Сразу кое-что используем и свитками, свитками исцеления также мы закупимся. Обязательно, в порядке сейчас. Более того, мы эти свитки используем. Так, отлично. Теперь у нас все в порядке, не считая вот некоторых мелочей, назовем это так. Давайте еще, еще пару свитков. У нас как... Ух ты, как раз прям один в один мы уложились. Как раз мы взяли пару свитков исцеления, и наше золото на том и закончилось. Ну что, друзья, все, восстановили полностью силы, даже восстановили частично здоровье Минотавров, теперь продвигаемся вперед. Что ж, пока, пока все очень даже неплохо. Может быть, я просто немножко преувеличил. Как-то мне запомнилось, что здесь на сложном уровне играть очень нелегко. Ах вы, ах вы мерзкие существа. Гарпии. Годенькие. Еще, блин, и кентавры одновременно. Да посмотрите. И только посмотрите на этих мерзких ребятишек. Ребят, ребят, не зеваем, убиваем, убиваем, расправляйся со всеми этими гадами. Кентавр, чародей, мощная дворинка. Чего и говорить. Так, еще и сзади, еще и сзади противник атакует. Давайте здесь также поассистируем малость. Чем быстрее мы избавимся от этих кентавров, тем быстрее мы двинемся дальше. А, кстати, давайте посмотрим, друзья, что-то так завалялось. Я не очень в это верю, но... Да, так и есть. Ничего не завалялось, к сожалению или к счастью, но так и есть. Так, давайте используем последний свой свиток исцеления. И пойдем, пойдем дальше. Кстати, друзья, давайте пойдем это уничтожим и на всякий случай Тралл отведем назад, посмотрим, пока мы далеко от лавки гоблина не оторвались. Зелье маны мы можем еще купить? Да, можем зелье, можем свиток. Давайте зелье маны закупим, оно нам еще в самое ближайшее время пригодится. И тут посмотрите, вот удивительно, где-где, а здесь мы находим аж цельную мантию ученого. Так, Тралл, пожалуйста, используй волков, пускай они в первыми идут первыми, в первую очередь пускай информацию нам дают, с одной стороны. С другой стороны, встречают различных наших противников. Так. Произошел какой-то диалог, по всей видимости, промчавшись волками, мы запустили какое-то случайное событие. Я так понимаю, что говорили мы с гарпиями, с летающими тварями, не очень-то приветливыми, которые вполне охотно лезли нас убивать, атаковать и всякое такое, в общем, расправляться с нами. А мы же, наоборот, не хотим, чтобы они такие гадости нам делали. И они, зараза одного нашего наездника на волках забрали к себе. И, кстати, надолго вот мы эту королеву Гарпии не можем заставить прижаться к земле, и с нее, в общем, ничего даже толкового не выпадает. Так, караван, вы будете продвигаться уже дальше? Нет, я так понимаю, что продвигаться дальше они ни в какую не хотят. Здесь мы нашли, кстати, эликсир маны, неплохая штуковина. И давайте, давайте мы выкинем вот этот от МСИЛ, бесполезная абсолютно штука, а возьмем лучше себе эликсир маны, выглядит он гораздо более, ну, вкуснее, назовем это так. Так, здесь еще вроде бы минотавры неплохо себя чувствуют, ну, так смотрится, что неплохо. И, наконец-то, мы дошли до второго, до второго оазиса добрались. Слушайте, друзья, вот это настоящая помощь, огромнейшая поддержка, действительно, как катапульты до нас дошли. Это особо, особенно приятные новости. Без них, я думаю, нам было бы крайне, крайне нелегко. Давайте пока что далеко отходить не будем. Я надеюсь, что минотавры сейчас несколько восстановят свое здоровье у каравана. Жалко, что коды этого делать не могут, но хотя бы так. Хотя бы так, а мы их пока что поохраняем. Так вот, противник. Мы видим, откуда противник нападает, и на него мгновенно, мгновенно реагируем. Эх, зараза, я немножко не рассчитал, он на 150 восстанавливает. Я подумал, что у нас нету 170 единиц маны. Обсчитался. Дружище, дружище, выбегай. Ай, не то сделал, не сумел выделить одного. В свое время получилось, что отослал всех сразу. Не сумел спасти нашего одного вояку. Так, минотавры полностью восстановили свое здоровье. Что ж, тем лучше, что превосходно. Да, действительно замечательно. Так, всех, в общем, здоровья навалом. И сейчас мы продвинемся. Желадно, вот сюда тут здоровье особо восстанавливать уже не приходится. Пока что идем очень здорово. Очень и очень здорово. И даже, ну, не то чтобы легко, но с учетом того, что мы ни на что больше не обращаем внимания, чисто идем по своему пути, у нас, нам все удается, у нас все получается. Что ж, тем лучше, тем лучше. Зараза, опять противники со спины атакуют, но я думаю, что тут наши минотавры справятся. Не зря они здоровье восстанавливали. На протяжении такого долгого количества времени. Ребят, на самом деле я бы не хотел, чтобы вы здесь все так активно участвовали. На самом деле хотелось, чтобы участвовало здесь совсем-совсем немного ребят. А катапульты также продолжали уничтожать эти замечательные башенки. Так, вся первая группа, первая группа отступает. Первая группа не участвует в атаке. Ребят, да вы до сих пор отбиваетесь? Все отбиться никак не можете? Или это уже второе нападение к ряду? По всей видимости, именно второй вариант. Первая группа не спешит, далеко не отрывается. Заметьте, как только видит эта башня нашего ослабленного волчьего всадника, она тут же пытается его уничтожить, побить, атаковать. В общем, кучу неприятностей создает. Так, аккуратно, аккуратно, аккуратно. Аккуратно, очень аккуратно стараемся это все делать. Катапульты, не забываем, участвуют также здесь. Молчий всадник очень быстро помирает, что, собственно говоря, и неудивительно ни капли. Да, тут что-то прям караван заатаковали. Замажай, так загонят. А мы же, мы же продвигаемся потихонечку вперед. Давайте, кстати, еще раз сохранимся. Не знаю, давайте новое что-нибудь напечатаем. Что-нибудь удивительно новое, отличающееся от того, от тех цифрек, что вы же здесь видите. Так, ну, вроде бы, наши катапульты вполне себе бодро работают. Да нет, Кэр, не волнуйся, я думаю, что мы справимся, если вы только-таки будете сами себя уже защищать. То я думаю, что мы однозначно с этой задачей справимся. Так, противник наступает теперь еще и спереди, и сзади, со всех направлений. Давайте в этом случае с ним уже разберемся. Так, так, посылаем волков вперед. Давайте волки, волки, волки. Катапульты все, 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 все здесь сейчас участвуют. Зараза, убили-таки одного бугая, ну да ладно. Так, волки. Так, у нас здесь что? Или нам сюда вообще лучше не ходить? Нет, нам здесь однозначно делать нечего. Продвигаемся к источнику. Наша сейчас задача дойти до него, и в принципе мы уже дошли. Давайте волков отошлем. Даже не так. Новых волков, двух. И отсылаем их назад. Прикрыть, прикрыть наш путь. Наверняка еще какие-то будут нападения, атаки, и я почему-то в этом совершенно не сомневаюсь. Мне что-то кажется, исключение, что знаете, мы, конечно, шли до Азиса, но исключение, что это не все. Не, волки себя, конечно, очень хорошо показывают. Единственное, что у них защиты никакой нет, и в этом они не столь хороши. Да, друзья, задача наша была выполнена. Просто великолепно. Керн, караван никогда не будет сделать это в час. Поехали, мать, deal with these wretchers, as they deserve it. Херн, где же ты был раньше? Почему ты раньше таких штук не использовал? They will trouble us no more. And you, young war chief, I'm afraid to continue your quest. То есть он просто закрыл им проход, и теперь они больше никак не подойдут, что ли? Продолжение следует... Продолжение следует... Ну что ж, приятно, мы помогли его полемене, он помогает нашему. Ну, друзья, все удивительно прошло просто. Естественно, если бы мы пытались распределять силы, распаляться, пытаться заходить во все те места, мимо которых мы проходили, я думаю, нас бы ждала гибель. И нас, и племя Кейерна. Ну что ж, друзья, давайте продолжим, по-моему, эта серия прошла достаточно быстро. Давайте продолжим, посмотрим, что нас ожидает дальше. А нас ожидает дальше ни много ни мало катсцена на руинах Лорда Рона, то есть Королевства Людей, для тех, кто не помнит. Тем временем, демоны Половящего Легиона завершали свое вторжение в Лорда Рон. Да, как мы видим, эта точка находится близ Андер Гола. Через него мы, ну, мимо него мы проходили уже, по-моему, точнее, к нему мы возвращаемся в третий раз. Первый раз мы там проходили, когда... Когда Артас только начинал свое путешествие, будучи еще паладином. Второй раз, когда мы, по-моему, оттуда, близ него, прах Галтузада добывали и убивали весь орден паладинов. Уже Артасом обращенным, или когда душа Артаса была уже поглощена клинком тьмы. И теперь мы там, когда Артас вместе с Личом, точнее, вместе с Галтузадом подготовил и помог вторжению демонов прибыть. Посмотрите, что происходит. Странно, что здесь еще вообще люди есть. Я думал, что здесь уже вообще беда. Давно беда, а здесь еще до сих пор были люди. Продолжение следует... 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 Странно, Архимон смотрится таким, ну совсем небольшим Хотя он лорд демонов, но я так думаю, что не в росте все дело Хотя у меня вообще-то ощущение складывалось И запомнился он мне таким огромным-огромным парнем А здесь он вроде даже совсем небольшой Подрадовал, как лорд ужаса Порадовал, как его звать-то, Тайкондрус Порадовал Манрод Для тех, кто не знает, я все-таки это, по-моему, прочитал Именно из крови Манрота были, точнее, с помощью его крови Демоны создали расу орков Не знаю, они его там с людьми смешивали еще каким-то образом И не знаю вообще, как это произошло, никаким магическим способом Но тем не менее, именно из его крови пошли орки Я не знаю, чья-либо еще кровь была использована Но вроде бы речь шла только о участии Манрота И поэтому он так яро реагирует на орков Поэтому вообще эта кат-сцена в том числе была показана Радует его реакция, когда он говорит Да эти жалкие людишки, и они ничтожные Они даже сопротивления не могут оказать Лорд ужаса его тут же Для ним прикалываются Стива говорит, ну, говорит, ясен пень Потому что мы, говорит, все подготовили То есть, ну, вот это плеть, то есть организация во главе Ну, как не во главе, а основную, как бы так, центром Корнем выступает именно король мертвых Контроль над которым осуществляют То есть не то, что контроль Точнее, не прямой контроль Не дают ему влево-вправо куда-то ступить Осуществляют, как мы уже говорили Лорды ужаса Именно эта система сработала Ровно таким образом Чтобы никто не смог оказать сопротивление С другой стороны Мне немножко непонятно Если, как мы уже разбирали Архимонд именно упивается Ему нравится убивать, поглощать Уничтожать миры То почему он сам это не делает Почему он готовит свое вторжение таким образом Чтобы уже все были убиты Может быть он их боится Или ему именно нравятся вот такие Когда план срабатывает Когда глубокая многоходовка проходит Любопытно Все-таки любопытно их мотивы Почему, почему они вторгаются из мира в мир Почему Кстати, возможно, Архимонд опять же там Верховный лорд или так его называют Но на самом деле Кто-то другой принимает решение Нам опять же об этом полностью неизвестно Хотя вот здесь он вроде и власть проявляет И все ему повинуются беспрекословно Ладно Глава третья Боевые топоры Но на самом деле Не боевые топоры А Клан боевой песни То есть Клан Шторма Хеллскрима Пять дней спустя у подножья Каменного когтя Пять дней спустя у нас Уху 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 Хотя у меня есть уже Ну Есть Есть догадки Есть воспоминания о том Что здесь именно было Что здесь почему и как И это Это очень Очень интересно Ожидается быть Ожидает быть Посмотрите Ага Вот Вот Где Расплавлен здесь Целую базу Разбил Только Посмотрите Какой Красавчик Смог Смог Хеллскрим Я думаю Они сейчас Должны Поговорить И обсудить То что Произошло Пока же Надо Добить Уничтожить Лагерь Орков Лагерь Людей Да, друзья Да, друзья Ну Ну Мы должны Продолжить Продолжить Ее Я отправлю Наши Смог Для Смог 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 Да, слушайте Сейчас Надо Это Определенно Обсудить Друзья Итак Орки Высадились В Калимдоре При этом Разделились На две Группы Из-за Шторма Такая Ситуация Произошла Такое Действительно Бывает Произошло Следующие Они В одной Группе Был Трал И он Пробирался Сюда Ну Очень тяжело Помог Одному Из местных Племен Которое Наиболее Дружелюбное И вообще Каким так Адекватное Было Именно За счет Ой Не именно За счет А Это было Племя Минотавров Под Предводительством Керна Гром Хеллскрим Ну Или Шторм Хеллскрим Бурый Хеллскрим В общем Как Годно Он Сюда Попал Совершенно С другой Стороны И проходил Тоже Я так понимаю С боями Но никого не встретил Кроме как Людишек Он на этом участке Разбил базу И Мы готовимся И готовился с ними Разобраться Готовился драться К отпору При этом он тоже Не сел Сложа руки Он Добыл Я не знаю Под пытками Или просто Перед смертью Перед тем Как убить Или даже Возможно Отпустил Хотя Он то Навряд ли Узнал что Людьми Командует Та самая Джейна Праудмур Девчонка Некая девчонка Которая Привела сюда Людей И мы здесь Увидели Кстати Архимаг Ну не Архимаг Наверное Просто Одного Из волшебников Такого Самого Не самого Выдающихся Не самых Выдающихся Талантов Но тем не менее Посмотрите Здесь волшебника То есть Она с собой Привела Достаточные силы И Трал Не дурак Он Действует Действительно Адекватно И в интересах Орды И Вообще В интересах всех Поскольку Он прикал Он говорит Подожди Чувак Не надо С ними Биться Там Спасибо Что сказал Что там Девчонка Всякое Такое Но Говорит Нам сначала Нужно Организовать Сначала Во первых Разведку И возможно Там даже Получится Договориться То есть Именно С таким Намеком Удет Речь Подожди Драться Не надо Нападать На людей Не надо Спешить Давай Говорит Разберемся Что здесь Происходит Поскольку Я так Понимаю Что начал Подозревать Что это Неспроста Что здесь Кто-то Еще Есть Здесь Кто-то Не знаю Как это Скать То есть Люди Что они Здесь делают Поскольку В календоре Их не было И что Это за Экспедиция Такая Кстати Что у нас Здесь Пока что Задача Постройте Дом Вождей Тралл Не должен Погибнуть Ну С этим Мы Справимся Задача Несложная В общем То Дорище Давай Это Уже Золото Ребята Все Вы Добываете Золото Так Основная Задача Выполнена Мы Смотрели Многие Многие Восемки В近 Есть Также Гоблин Лаборатория Протектирована База К Нор Интересно Если Мы Погибаем Гоблин Без Интересно Мы Погибаем Зелег 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 Тралом Призовем Волков И Некоторую Разведку Организуем Узнаем Что здесь Да как Можем ли Мы здесь Хоть как-то Пройти Пускай Пускай Они прутся Пускай Они нам Информацию Доставляют Мы же Узнаем Что здесь Вообще Творится Что тут Происходит Что мы Можем Сделать Так Нас Атакуют Местные Твари Какие вот эти Спиногрызы Свина Свиноживотные Не знаю Как их назвать В принципе В принципе Можем пройти Можем Чисто Пройти И здесь На пути Встают люди Сараном Волшебником Да Джейна Много с собой Людей привела Я так понимаю Что многие Поверили Гром Чего ты делаешь Тебе Тралт сказал Никуда не ходить Какого хрена Не может он ждать Ну что ж Твою мать Ты творишь Баран Несмотря на то Что Тралт Как бы считается Главным И лидером Здесь Несмотря на это Он За счет Того Что Его Друг Старинный Хэмстрим Является Истарином Истарше Его Так Это что такое Ага Ладно Это сделаем Несмотря на это Точнее Именно Потому что Он является Старше Его гораздо И таким Ну в общем Тралл ему Позволял До сих пор Многие вольности Многое делать Что не позволял Обычным своим Подчиненным Это использует И решается Идти в атаку Но я думаю Он еще По шее За такой поступок Получит Поскольку Это все таки Немного В общем Это огромная глупость Если до этого Мы могли еще Как-то избежать Хотя Мне интересно Как бы мы прошли Через эту базу Если бы Если не через людей Можно Попытались бы Как-то с ними Поговорить Но прежде чем В атаку Идти Давайте поговорим Что тут происходит Чего да как У нас творится Давай атаковать В первую очередь Что за орк Хайка сказать Что за человек Нет Что за орк Так Давайте мои шипы Сейчас Ух ты Ух ты Противник Кто нападает Недурственно Вы только посмотрите Вполне себе Недурственно И давайте Давайте Мы этот Кода Иссользуем Так как Нам и должно Ай зараза Да слушайте Да вы только Посмотрите Противник то долбит Только так Хеллскрим Лучше бы Нам бы здесь Помогал Чем Чем То что ты там Делай Дубина Ну еей Ребята Ситуация Это Очень плохая Как мы с этим Справимся Как бы сейчас Переировать Не пришлось Наверное Так и придется Сейчас Сделать Как мы В противном Случае С ними Справимся Я пока Что Не очень Представляю Волшебник Конечно Силен Ну и мы Весельны Но все Таки Не настолько Так Нам сейчас Нужно Больше Нор Нам сейчас Нужно Дружище Не того Не того Атакуешь А ты Дружище Спрячься Вот сюда Так 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 Можно Новый Так В общем Ладно Ладно Разбирайся Сам Вроде бы Как там Справиться Нам Теперь Нужны Бугаи Поскольку Больше Таких Нападений Мы не Отобьем Причем Заметьте Они Атаковали Именно Нас Что Самое Неприятное То есть Они Атаковали Не Хеллскрима Они Атаковали Из-за Него Нас То есть Им Без разницы Какие Собственно Они Орками Встречаются И это Очень Очень Неприятно Как мы От них Отбиваться Будем Я Прям Не знаю Надо В общем Силы Накопить Как то Все Таки От них Попытаться Попытаться Отбиться Для этого Нам Нужно Больше Сил Больше Войнов Которых У нас Пока что Не то Что Очень В достатке Плюс Нам Нужно Больше Башен Для Того Чтобы Обороняться Да Вы Издеваетесь Друзья Давайте Еще Раз Сохранимся Я Не знаю Как мы Надо Что Такое Как Мы Всех Одолеем Если Сейчас И Эти Еще Пойдут На Нас В Атаку Что Мы Вообще Будем Делать Как Мы Жить Будем У нас Вообще То Все Очень И Очень Плохо Получается Совсем Все Хренов Он Атакует А мы Огребаем После Этого Ладно Мы Хотя Бо С Одними Догадался Разобраться А он Еще И На Вторых Лезет Теперь Все Информированы И Все Будут Бить Нас Что Самое Конечно Приятное А Сам Сейчас Еще И Это Погибнет Будет Долго Восстанавливаться На Алтаре Штормов Ну Да Как Как И Ожидалось Что Что За Баран Что За Дурак Что За Ну В общем Нельзя Нельзя Хеллскрим Что То Такие Вещи Доверять Он Обязательно Обязательно Тебя Подведет Но Хотя Бо Сейчас У нас Есть Эти Башенки Может Чуть Подольше Выставим Хотя У нас Тогда Было И Война Больше А не Только Каких Башенок Блин Для Этого Еще И Древесины Нужно Просто Куча Да Вы Посмотрите Я Как Мы Отбиваться Будем Убиваться То Как Не Знаю Они Уже Вон Они Уже Идут В Атаку Что Мы Делаем Будем Непонятно Давайте Хотя Спрячемся Так Плюс Для Начала Давайте Волков Волков Призовем А Волки А Ребят Слушайте Они Они Без Военачальника Атакуют Ну Тогда У нас Есть Хотя Бо Неплохие Шансы На То Что Мы Здесь Выставим В Борьбе Да Волки Знают Своё Дело Ну Хотя Бо Так Если Бо Они Героем Выступили У нас Были Огромные Проблемы И Будем Все Так Аж Шестого Уровня А Мы Всего На Всего Четвертого Так Всех Держим Здесь Никто Не Выходит Пытаемся Выдержать Пытаемся Выстоить Отбиться Плюс Надо Не Забывать Про Улучшение Технологий Но Для Этого Нам Нужно Больше И Больше Древесины Давайте Начнем Железного Орудия Ближнего Боя Это То Что Мы Прям Сейчас Можем Сделать И Надо Для Начала Все Так Организовать Мощную Оборону Я Думаю Давайте Мы Еще Сейчас Некоторое Время Эту Серию Продолжим Попытаемся Что Еще Лучше Сделать Краши Сильнее Мощнее В плане Обороны Но Не Уверен Точно Очень Быстрая Атакуют Они Достаточно Дальнее Расстояние Это Просто Замечательно Так Еще Одну Башню Ставим Нам Нужно Такой Периметр Организовать Все Так Полностью От Противника Скрыться А Саму Проходить С одной И с другой Стороны От Этих Башен Хотя Можно И сквозь Них Мы В полном Рядом Не будем Ни В коем Случай Застраивать Но То Что Мы Действительно Будем Это Все Эти Улучшения Проводить Для которых Нас Все Еще Не Очень Хватает Леса Да Сторожевая Башня Стоит Очень Дорого По Древесине Честно говоря Мне Это Не Очень Нравится Но Тут Не От Нас Зависит И Смотрите Засранец Опять Опять Выступает Нападение Надеюсь Он Нарвется На Людей Когда Они Будут Сами Свою Атаку Что Есть Еще И Третий Лагерь Да Ладно Вы Издеваетесь Да Вы Только Посмотрите На Этого Засранца Он Еще Людей Ищет И Они Есть Нифигасе Кстати Тут Люди Вы Посмотрите Только На Нам В Будущем Еще Придется С Ними Как Контактировать И Вообще Ну Если Не Дружить То По крайней Мере Сотрудничать Поэтому Давайте Пытаемся Только Уничтожить Один Лагерь Который Стоит Именно На Нашем Пути И Не Будем Остальные Лагеря Людей Трогать Если У нас Не Будет Кого Другого Вообще Выхода На Это Задание В общем Мне Это Задание Мне Что Такое Задание Не Очень Нравится Поэтому Мы Его Уполнять И Не Будем Я Думаю Что Трал Также Не Хотел Этого По крайней Мы Видим Что Не Склонен Просто Так С Людьми Ввязываться Сражение И Лишь Потому Что Именно Хеллскрим Здесь Участвовал Именно Именно Поэтому И Только Поэтому Он Ввязался В Противном Случа Он Ни В Начале В Прологе Когда Он Когда Хеллскрим Попал В Плен К Людям Что Сейчас Именно Из-за Хеллскрима Трал Начинает Сражаться С людьми То есть Причина В Этом И Как Мне Это Не Нравится Так Уходник За головами Знахари Повышается Скорость Установления Здоровья Так Лагерь Наших Союзников Атакует Давайте Ответим На Это Выступление Поможем Потому Что Также Было бы Неприятно Чтобы Они Пострадали Давайте Ребята Не Зевайтесь Со всеми Этими Годыми Разбираемся Проклятые Людишки Блин 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 Зря Мы Зря Мы Кстати Так Делали Они Интересно Они На Лагерь Хоть Б Они Не На Нас Не На Нас Не На Нас Паладин Паладин Беги Мимо Беги Не Трож Нас Ах Ты Засранец Таки Засранец Ладно Давайте Разбираться С теми С кем Можем Разбираться Давайте Цепь Нас Нас Улучшим Троль 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 Не Убежал Не Убежал Зараза И У него Я Такую Способность Второго Уровня Вот Это Вот Божественный Щит Мне Она Пока Что Совершеннейшим Не Нравится Но Кому Кому Кто Нас Спрашивал Так Давай Волки 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 Вовремя Кстати Призвали Очень Своевременно И Ты Уже Больше Не Сможешь Эту Способность Использовать Полетай Немножко На Небеса А потом Возвращайся Как Одумаешься Так Отлично Здесь У нас Мы Башнями Все Обстроили Давайте Даже Здесь Парочку Башен Организуем Хотя Вот Так Чтобы Противник Здесь Свободно Не Проходил Как У Себя Дома Чтобы Он Всегда Здесь Встречал Сопротивление И Здесь Делаем Ровно То же Самое Ставим Вторую Башню Больше Нам Наверное Не Нужно Кстати Нет 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 Друзья Давайте Мы Поставим Вот Таким Вот Образом Поступим Мы Лучше Прям От Эл Скрема Проложим Вот Такую Дорожку Да Прям Такую Дорожку Мы И Проложим Отлично Отлично Друзья У нас Уже Хотя Бо Какие То Воины Есть Почему Ящерицы Хеллскрима Не Атакуют Почему Они На него Не Нападают Считают Что Я Равным Себе Что У них Есть Еще И Четвертая База Да Ладно Да Ладно Ты Не Гоните Не Может Такого Быть Не Может Здесь Быть Четвертой Базы Это Был бы Явный Перебор У людей Это Просто Чудовищное Преимущество Охренеть Корпус Хараглина А Эти А Мы Пока Что Не Можем Да Пока Они В Темноте Не Можем Видеть Да Посмотрите Здесь Несколько Корпусов Несколько Разведывательных Миссий Людей У каждой Свои цели Но Они Естественно Друг с другом Союзники Может Даже Соревнуются Соперничают Но Все Сильны И Хеллскрим Своими силами Их не победит Даже Если бы он Сразу Все войска На бай Задействовал В одной Атаке Я думаю Ему бы Эта атака Не далась И лагерь Бый Собственный Оставался Оставался Ослабленным И Успеха Это бы Им не принесло Посмотрите Почему он Не пытается Одно атаковать Зачем Он сразу На всех Прется Что за Неугомонный А Что за Неугомонный Парень Так Друзья Давайте Что нам Нужно Сделать Нужно Крепость Вождей До второго Уровня Довести Это было бы Крайне Немаловажно Здесь Противник Здесь Воины Хеллскрима Вроде бы И сами В состоянии Защититься Отбиться Давайте Им поможем Чтобы они Потеряли Как можно Меньше Ребят И заметьте Они По фокусу Не стреляют У них Остался Чуть Живой Наездник И они Так долго На него Вообще Не реагировали И каким образом Везет Он А Кстати Вот Пришел Пришел Сюда Моди Оружейник Давайте С ним Расправимся Поскорее Отлично Надо было Только Опять Я не посмотрел Чей это Корпус Много Ли здесь Народу Прибыло Я так понимаю Что это Какие-то Друзья Соратники Самой Джейны Ее Отца Насколько Можно Насколько Наиболее Это Вероятный Вариант Да Многих Кстати Потеряли Ответ Далеко Не всех Но многих Парочку Точнее Так Друзья Ты готов Теперь Давай-ка Ты И Вот Здесь Вот Последнее Что Сделаешь Это Вот Здесь Несколько Башен Постой Мы Видим Видимо Что Противник Теперь С Неских Направлений Нас Атакует Да Ведьмы Давайте Уже Да Все Ведьмы Все Померли Много Они Сделать Не Смогли Ну Тем Тем Лучше Для Них Не Говоря Для Нас Ну Что Друзья Мы Организовали Неплохую Оборону Мы Уже Готовы Защаться От Всех Атак Противника Более Того Мы Даже Сейчас Укрепим Лагерь Хеллскрема Ему Не Придется Больше Так Страдать Ну По крайней мере Отбивать Атаки Противнику Будет Проще И Нападать Ему Будет Легче Но Мы Сами Постараемся Заняться Одним Единственным Лагерем Людей Именно Синим Лагерем Но Этим Мы Уже Займемся В следующей Серии Большое Спасибо За просмотр Друзья Надеюсь Вам